Даже не думай, нет, нет, нет! Короче говоря, The Long Dark. Как всегда, по законам жанра, разбился самолет и я попал в заснеженную Канаду, где сосульки из носа растут. Стартанули мы в районе прибрежного шоссе. Кругом лёд, снег и минусовая температура за бортом. Хуёвенький такой набор одежды, небольшой коробок спичек в количестве 12 штук, спальный мешок, шоколадка и антибиотики. Вот наш стартовый набор. Первым делом я немного осмотрелся и увидел вдалеке на льду рыбацкую хибару. Зайдя в неё, я увидел замёрзшую рыбацкую лунку, а в углу стояла буржуйка. В случае необходимости можем зажечь, чтобы не замёрзнуть. На шкафчиках лежал сейф. Открыв его, я понял, что это сигнальный пистолет. А жизнь-то налаживается, будет, чем волков отпугивать. Чё-то как-то холодновато, нужно разжечь буржуйку, чтобы согреться. Неподалёку от берега я увидел рыбацкий причал. В домах я наверняка найду что-нибудь полезное, стоит залутать. Но вдруг, откуда ни возьмись, появился волк, блять. Ебать надо по тапкам быстрее. Свалить от него я не успел, эта крыша напала сзади. Но пара ударов по ебальничку, и волк свалил, поджав хвост. Цапнуть он меня не успел, но проблема в том, что он там не один. Поэтому я, сверкая пятками, полетел в рыбацкую хибару. Попав в дом, я нашёл запресмелелый злаковый батончик. Надеюсь, от него я не проснусь. В ящиках в углу лежали консервированные персики и собачий корм. Ну а в шкафчиках нашлось немного одежды. Нужно накинуть на нашего голодранца. Облутав весь дом, я направился к следующему. Благо, волков на горизонте уже не было. Во, бабулины носочки. Томатный суп есть даже в этой игре. Возьмём с собой баночку. Открыв рядом висящую аптечку, я нашёл обезболивающее и антисептик. А это для того, что если волк случайно сделает тебе кусть, ты всегда можешь закинуться обезболом. Облутав все домики, я нашёл там помелочи, еды, одежды, но ничего супер серьёзного. Снова показались волки, пришлось достать сигнальный пистолет. Потому что надеяться на госпожу удачу, как в прошлый раз, я не намерен. Моя проворность позволила мне избежать встречи с волками, и я направился дальше посещать маленькие рыбацкие точки. Мне показалось странным, что в маленьких сарайчиках есть буржуйка, а в доме никакого отопления. Древесный уголь, который я взял из буржуек, позволял мне зарисовывать карту местности, чтобы хоть немного ориентироваться в пространстве. Снова решил разжечь буржуйку, чтобы от холода ничего не отвалилось. Это был долгий процесс, но когда он был почти завершён, подул ветерок, и меня постигла неудача. А спичек у меня не так уж и много. Но всё-таки мне удалось это сделать. Я поставил кипятиться в воду, и пока я ждал её кипячения, я решил немного перекусить. А на обед у нас сегодня баночка сардин. Эх, вот бы ещё хлебушка, да сто храм, да хорошего друга под бок, да с гитарой. Что-то я разошёлся. Немного отогревшись, я покинул своё временное убежище и пошёл дальше. Потому что жить в помещении метр на метр меня точно не устраивало. Забрался на зайчихом и наткнулся на дом. Более-менее неплохой. Возле дома набрал немного ягод шиповника в надежде на то, что в будущем я буду сидеть в кресле-качалке, попивать чай с шиповника и есть плюшки. Зайдя в дом, я сразу же направился на кухню, чтобы посмотреть, где можно приготовить похавы. Но плита была электричной, да и плюс ко всему, внутри ничего вкусненького не оказалось. В аптечке нашёл шприц первой помощи, при использовании которого тебя вырубает нахрен. Использовать его нужно только в крайнем случае. Надеюсь, он мне не пригодится. В шкафчиках на кухне было много всякой вкуснятины, включая арахисовую пасту, муку, из которой, возможно, будем делать выпечку, сырое мясо кролика в морозиловке, ну и всего по мелочи. Старый аварийный фонарь будет отличным источником света в ночное время суток. А в шкафах я нашёл кучу разной одежды, включая шапки, свитера и носки. Правда, вот верхней одежды типа куртки я так и не нашёл. Когда дом был полностью осмотрен, а я немного согрелся, я отправился дальше. Зашёл в следующий рыбацкий сарай, который находился на пути, и набрал там немного дров. На шкафчиках была бутылка с водой, а в самих шкафчиках я нашёл немного ткани и чипсы со вкусом кетчупа. Пробираясь к следующему дому на противоположном холме, я наткнулся на бедолагу, который замёрз под деревом. Подойдя к нему поближе, я увидел, что рядом с ним стоял портфель. И, недолго думая, я решил посмотреть, что в нём находится. Оттуда я достал книжку по стрельбе и баллончик с краской. Но и обыскав уже сам труп, я нашёл банку газировки. Надеюсь, покойник простит меня за мародёрство и не придёт ко мне во сне. Кролики, бегающие по льду, отличная мишень для охоты. Плюс ко всему, они вырубаются недолго, если попадёшь по ним в камню. Если попадёшь. Вы знаете, как-то мне не по себе убивать животинку. Прости меня, кролик. Но голод не тётка. Такая твоя судьба. Ты умер, чтобы я остался жить. Если тебе жалко зайчика, то поставь лайк этому ролику, чтобы на небе он жил спокойно. Когда я добрался до следующего дома на холме, уже почти стемнело. Поэтому в доме было темно, как в жобе. Разумеется, из инъентаря я достал фонарик и начал его зажигать, чтобы осмотреть дом. Вероятнее всего, здесь я и заночую. Осмотрев шкафы, я наконец-то нашёл верхнюю одежду. Но уже что-то не будет так холодно. Хотя дом был достаточно большой, и в нём, в принципе, было не холодно. Никакого камина или буржуйки здесь я не нашёл. Вау, апельсиновая сода закатилась за шкафчиком. Хорошо, что я её нашёл. В принципе, в еде я уже не нуждался. Нашёл много всего интересного. Овсяные хлопья, солёные крекеры, банку томатного супа, несколько банок газировки и консервировки. Так что о голоде на какое-то время можно забыть. В бачке туалета осталось немного воды. Где-то около полтора литра. Я понимаю, что это немного негигиенично, но что сделать, когда ситуация вынуждает? А осмотрев аптечку, я нашёл набор для шитья. Кажется, я очень устал. Дальнейший осмотр дома оставим на завтра. Потушил фонарь, чтобы не тратилось масло для ламп, и пошёл спать. Проснувшись, у меня был небольшой сушняк. Мне хотелось пить, поэтому я взял и открыл банку газировки. Люблю апельсиновую, поэтому открою её. Осмотрев до конца дом, я снова вышел и начал охотиться на кроликах, которых заметил неподалёку от дома. Первым же попаданием оглушил кролика, подбежал к нему и безжалостно, без угрызения совести, свернул ему шею. Очередной рыбацкий сарай, в котором я нашёл чипсы, а также там лежала книжка по рыболовству, набор для шитья и патрон для винтовки. Шёл я спокойненько, никого не трогал, как вдруг меня заметил волк и направился ко мне. Я достал сигнальный пистолет и подождал, пока он сблизится со мной. Но совсем забыл, что он не заряжен, и волк напал на меня. К счастью, у меня была монтировка, которую я нашёл в предыдущем доме. В этот раз противостояние было немного жёстче. Хоть волк и не успел меня укусить, но в процессе борьбы я повредил обе лодыжки. Зубатая скотина не хотела от меня отставать. Но в этот раз я был готов. Направил сигнальный пистолет на него и выстрелил. Убить я его не убил, но он не на шутку так обосрался. Что ж, нужно зайти в дом, на который я наткнулся и перевязать свои раны. Первым делом я осмотрел дом и наконец-то нашёл там камин. Разжёг его. Не с первой попытки, но разжёг. Будет теперь место, где перекантоваться, погреться и, возможно, приготовить еды и воды. Захотелось немного покушать. Я съел тот самый заплесневелый батончик, но вдруг что-то пошло не так и у меня прорвало днище. Я получил пищевое отравление. Пришлось закидываться антибиотиками, которые мне никак не помогли. Придётся терпеть боль, пока не пройдёт живот. Решил растопить снег и пожарить мясо кролика. Надеюсь, снег, который я собрал на растопку, был не жёлтого цвета. Решил прогуляться и посмотреть вообще, где я нахожусь. Оказывается, я попал в небольшой городок, возможно, деревушку, в которой была даже заправка. Домиков на осмотр здесь хватает, поэтому, скорее всего, я здесь задержусь и найду много чего интересного. Нет, ну а что? Камин есть, еда есть. Единственная проблема – это волки, но и с ней, я думаю, мы справимся. В доме, где я поселился, в духовке я нашёл жареное мясо оленины. Пообедал с сочным мяском и голод, как рукой с него. А в туалете нашёл мёртвого хозяина этого дома. Не знаю, из-за чего он помер и что он делал в туалете, но я думаю, он не обидится, если я поживу у него пару-тройку дней. Рюкзак у меня не резиновый, помещается всего 30 килограмм, поэтому я решил скинуть свои предметы в ящике. Дело приближалось к вечеру, поэтому на ужин я решил разогреть баночку томатного супа. Выпил его и получил эффект согревания. Банки с консервами и различную еду я решил ставить прямо на стол, чтобы всегда понимать, сколько провизий у меня осталось. Вышел на разведку, чтобы посмотреть, что там в других домиках, но как только услышал рычание волка, сразу же забежал внутрь. К встрече с хищниками я ещё явно не готов. Осмотрев дом, я нашёл кучу различной одежды, немного еды и воды. Я думаю, если я обойду все домики и пособираю всю еду, хватит мне довольно надолго. Выйдя на улицу, чтобы направиться к следующему дому, меня заветил волк. Я стал бросаться в него камнями, но не мог попасть. А он подбирался всё ближе и ближе, чтобы сделать мне кучу, поэтому мне пришлось достать сигнальный пистолет и выстрелиться. По звукам разбегающихся волков, я понял, что он здесь не один, поэтому побежал к машине и спрятался в ней. Оставалось всего три сигнальные ракеты. Я даже не представляю, что будет, когда они закончатся. Сидя в машине, я боялся выйти, а волки начали выйти. Наконец-то он потерял ко мне интерес. Можно выходить из тачки. Заглянул на заправку, чтобы посмотреть, чего там интересного. Повзламывал шкафы, нашёл немного одежды, в том числе и верхней, топливо, чтобы заправлять фонарик, точильный камень, чтобы точить ножи. В ящике для инструментов лежал ещё один гвоздодёр. Заберём его с собой, лишним уж точно не будет. А когда я понял, что у меня перегруз, и я двигаюсь как черепаха, пришлось возвращаться домой, чтобы скинуть всё это барахло. А уже дома я начал заниматься расставлением предметов. Всё по фэншую. Потом, при необходимости, буду просто подходить и брать. Аккуратно на полочку положил спальный мешок, который нашёл на заправке. Возможно, в будущем, если буду собираться куда-то на дальнее расстояние, буду брать его с собой. Расставил очередную порцию продуктов, они всё пополняются и пополняются. Там даже вкусняшки есть, типа сгущённого молока. Все мои махинации и расставления происходили в течение нескольких дней. Подшил все свои рваные шмотки, разорвал ненужные, расставлял все предметы, что были в инвентаре. Поверьте, занимает это немало времени. То тебе не нравится, как оно стоит, то просто не можешь найти место. Ну а когда я сделал все дела, после очередного сна, я пошёл залутывать ближайшие машины, что стояли на заправке, укутанные снегом. Не считая еды, из полезного я нашёл коробку патронов для револьвера. Правда, самого револьвера нету. Но это не так страшно. Надеюсь, в скором будущем мы его найдём. Залез в очередной дом, нашёл там леску. Осталось найти только крючок, сделать удочку и можно рыбачить. И проблема с голодом отпадёт насовсем. Залутав дом, я дальше начал осматривать машины и нашёл там довольно полезную вещь. Охотничий нож. Теперь можно довольно быстро разделывать туши зайцев. Взяв баллончик с краской, я начал постепенно отмечать в дома, в которых я уже был, чтобы не перепутать. После того, как я набил рюкзак, я вернулся домой. Шёл пятый день моего выживания. Примерно к восьмому-девятому дню я нашёл крючок, смастерил удочку и пошёл на рыбалку. Что я делал остальные дни? Да всё то же самое. Лутался, набрал кучу еды, кучу шмоток, надев которые я даже не испытывал холода на улице. Не хватало мне разве что только какого-нибудь оружия, револьвер или винтовку и топорик, чтобы рубить дрова. На рыбалке всё было отлично. Рыба ловилась, а полученные с неё калории, если пожарить рыбу и съесть, то восполняется вся шкала голода. И нагрёб я рыбы столько, что получил перевес. Даже ходить толком не мог. И когда я выходил из хибары, волк меня заметил и начал приближаться. Когда он приблизился ещё ближе, он побежал. У меня была посредняя ракета. И одним прицельным выстрелом я его ваншотнул. Хотя не ожидал такого. У меня был нож, я подошёл к нему и разделал его мясо. Всего получилось около 5 килограмм. Добавь ещё к 20 килограммам рыбы. И когда я пришёл и посмотрел на количество своих продуктов, а это ещё не всё, то чё-то стало как-то грустно что ли добывать еду. Мне теперь не надо, могу просто сходить на рыбалку. Вероятнее всего, вы это спросите, я играю на сложности сталкер. Привет, последняя сложность. Однозначно, если я в следующий раз буду записывать ролик по этой игре, я выберу сложность Незваный гость. Чтобы всё-таки бороться за жизнь, а не сидеть в доме с кучей чипсов, поедая овсяное печенье и заливая всё это кленовым сиропом. Этот беспредел нужно было заканчивать. Я просто собрал всё самое необходимое и отправился по трассе. Если что, у меня есть всегда возможность вернуться, а пока мне нужно найти топор и какое-нибудь оружие. Я прошёл довольно далеко и не мог найти ни одного убежища. Не считая одиноких машин, стоявших на дороге. Ночью в метели я заблудился и только огонёк освещал мой путь. И тут я наткнулся на него. Почему-то по своей глупости я подумал, что раз у меня зажжённый факел, то Михаил Потапыч меня испугается. А эта душа просто налетела на меня и начала рвать мою одежду. Я потерял сознание. Ах, да, очнулся. Медведя уже не было. Огромная потеря крови и риск заражения. Вот что осталось от него. Раны я перевязал и потеря крови мне уже не страшна. А вот медвежьи глисты очень даже могут меня отправить на тот свет. А антибиотиков или мха у меня не было. Я вспомнил, что позади стоял автомобиль. Я направился к нему, чтобы переждать метель. Из-за того, что медведь порвал мне всю одежду, я чувствовал жуткий холод, а его глисты заставляли меня страдать. До утра я точно бы не выжил и неизвестно, сколько бы продлилась метель. Поэтому я просто решил идти вперед. Возможно, у меня будет какой-нибудь шанс. Я не ведал, куда иду. С каждой минутой мне становилось все хуже, в глазах расплывалось. И когда я понял, что я пришел к тонкому льду, было уже слишком поздно. Когда треснул лед и я утонул, я подумал, а поставит ли мне мой зритель лайк, а подпишется ли он на канал и прожмет колокольчик. С вами был я, Ани Красный и это Long Dark. Еще услышимся.